приветствую друзья и гости канала с добрым с добрым с добрым утром и очки да они старые старые почти как я им уже два года и два года я их не меняю потому что они мои самые любимые это ответ почему вот я не могу накопить себе на очки но если правда как бы просто как бы у меня нет денег на другие очки поэтому как бы все хочет заниматься благотворительностью можете на карточку скидывать у меня тинькофф и сбербанк привязан и можете скинуться на очки раз не устраивает вот такие очки но мы с вами продолжаем сегодня 1 июля ребят 1 июля это значит что значит июнь месяц вы профукали вот вы профукали тех которые не смогли приехать в город сочи и у вас остается всего лишь два райских месяца когда вы можете приехать сочи отдохнуть и оторваться по полной программе а почему оторваться вы узнаете в этом выпуске потому что действительно некоторые приезжают сочи и живут здесь так этот месяц или там эти две недели как будто живут по цене своей жизни расскажешь что за обгорелшая можно морда лица на вы в город сходите на экскурсию и я думаю что у вас лицо будет еще такое же ладно ребят давайте начнем с хороших новостей сочи в поселке догомыс восстанавливать разрушенный детский садик который называется золотой колосок который находится на улице армавирская соответственно почему его решили восстановить а потому что у нас на носу выборы я думаю кто же это решил восстановить детский садик на двести восемь мест а это оказывается депутат депутат который четыре года про данный детский садик не вспоминал четыре года его не волновал за детский садик а потом за две недели до выборов рисуем за месяц до выборов в депутаты он сразу вспомнил и решил детский садик сделать красавчик ладно ну хоть вспомнил то хорошо да в селах сочи голосование организованное виде выездов и в общем люди в сами подходит проголосуй пожалуйста брат проголосуя по-братски проголосуй и вот у нас как бы в селе там дует корова в это время там еще одной рукой там доставит подпись да или нет да за конституцию или против конституции с 1 июля проезд в автобусах сочи по карте виза будет дешевле на 4 рубля на 4 рубля я сразу вспоминаю анекдот не буду говорить потому что он пошлый ну в общем давайте четырех рублей войну начнем вот здесь то тоже самое ну как бы может быть действительно дешевле хотя с другой стороны если пароезд 22 рубля стоит то это без малого почти почти 20 процентов там да вы 17 процентов ну нормально в принципе можно сэкономить при желании особенно те кто много катается от станции меритинский курорт можно на поезде добраться до волгодонска и обратно в общем открыли направление это направление не было открыто 17 лет и сейчас наконец-то теперь вы можете спокойно в астрахань поехать на рыбалку да например если мне например не хочется в астрахань ехать знаете ну непонятно как да вот не хочется мне ехать вот блин на одном на машине то я могу взять на поезде бум-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль и поехать в астрахань на рыбалку в сочи после реконструкции открылась башня на горе ахон да 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 та самая башня и и в общем кто но у фаги знает что в прошлом году в нее пал молния и она немножко потрескалась сейчас сделали реконструкцию ну и соответственно теперь может безопасно подниматься и просто делать потрясающие фотографии на память видео и просто провести классно время абхазия готова приоткрыть границу открылись границу с россией готова приоткрыть но эта готовность будет 15 июля сразу говорю 15 июля потому что те переживает за своих граждан мы переживаем за своих граждан а по итогу а по итогу 15 июля к может быть ахта абхазии хотя знаете что вот многие там едут да в абхазии на озеро улице там был многие там ездят там на новое новый афон там так далее ну ребят вот как бы если вдруг действительно хочется красоту то берите экскурсии в горы в горы да кстати ребят и на правах рекламы да именно на правах рекламы давайте прям быстренько зачитаю прям как бы мне попросили хочу и максим то не может отказать максим-то нормальный и вот так вот мне прислали сегодня сообщение говорят сочи работы нет выложил везде где только можно во многих группах позвонила три человека и пришла только одна девочка вот текст объявления проводится набор сотрудников частное экскурсионное агентство которое называется последний путь свободные вакансии гидов на краса поляне задача встречать гостей проводить презентации курорта производить продажу прогулочных билетов и сопровождать по курорту нефига себе большая машина сейчас как передает меня к ядрине фене и к жукам айским это работа для активных желающих зарабатывать круглый год работа для тех кто умеет располагать к себе публик на думают располагать себе до опыт работы не требуется проводим обучением даем текст в общем все так далее обязательно приятный внешний внешний вид и грамотная речь коллектив молодой дружный периодически мы приезжаем выпиваем там не знаю там всякие стреляем друг друга в общем он с нами не соскучишься зарплата от 50 тысяч рублей и пишет макс летом зарплата у меня было 150 160 тысяч рублей сочи работы нет понятно и что вы думаете и понимаете я бы вам бы это не зачитал хотя номер телефона 8 988 86 26 192 я бы не зачитал вам вот этот прекрасное объявление если бы ни одно но я знаю этого человека он очень много мне все помогал в том числе знает где можно вкусно и недорого поесть знает где можно не знаю куда сходить и так далее и действительно как бы всегда он не делает и сна там дешевле там билеты на кице на эти подъемники так далее поэтому этому человеку доверяю и поэтому вещаю вот ребят как бы так но это конечно знаю что вы в своих городах как бы вы за 150 тысяч рублей даже из дома не увидите ну че это как бы работать экскурсоводом там за 150 тысяч рублей это жалко это реально как бы работа для нищебродов конченых правильно как бы все же мои подписчики они же все зарабатывают там не за этом они все зарабатывают белую зарплату от наверное от наверное тот 500 тысяч рублей поэтому зарплата в 150 тысяч рублей вас точно не интересует поэтому он как бы так но все равно как бы хотелось сделать потому что ну действительно как бы сейчас как бы рабочих мест появляется все больше 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 много чего у нас открывается люди работать не хотят но от слова совсем и тут спросит а у тебя тюрьму сурс на работу еще нет выбираем выбираем точнее они выбирают я не вмешиваюсь в эту фигню более 480 объектов тур показа красном краснодарском крае открыт для посещения и совсем недавно был только 45 тоже 480 это круто в общем теперь у нас проснулись и другие депутаты но если например вот у нас первый депутат да вот который у нас сейчас скажу какой первый депутат это у нас сергей эксузиан да вот но депутат он у нас получается сейчас делать перед выбором компания тем что он но как бы взял на свои плечи детский садик и хочет восстановить то есть у нас еще затулин которые не знаю не за может быть он является собственником какой-то телеканал вещательного еще не знает кто кто он такой что он только вот обращается к россиянам и только говорит но во всяком случае от первого депутата которую я пера жизнь сегодня услышал вот как вы вы тут я уже опять забыл блин сейчас секунду вы просто такие фамилии но извините что нельзя 9 петров сидоров там не знаю вот сергей эксузиан я во-первых его первый раз жизни услышал во вторых как бы но это хорошее да как в детский садик в догомысе это большой плюс но согласитесь что это большой плюс но затулинное слышу уже на протяжении не знаю там на протяжении последних двух лет и слышу каждый день но я слышу что там обращение еще что-то ну я не не вижу чтобы он хоть что-то сделал хорошее для горожан ну может просто я не замечаю это вполне возможно поэтому давайте перейдем дальше все дело в парковке крупнейший застройщик жилого комплекса раз-два-три завершит сдачи дома концу августа в общем жилой комплекс раз-два-три изначально по проекту было двухуровневая парковка процессе дака вот получали в 2014 году разрешение взяли и у нас оставили один уровень парковки второй уровень сделали коммерцию коммерцию сделали да и тем самым получается на 2000 мест ногой на 2000 из меня из квартир не стало хватать парковок соответственно два дома сдали с учетом там придомового паркинга так далее кое-как а вот один домник у нас не сдали соответственно застройщик вынужден был выкупить у нас рядышком землю и построить у нас паркинг на 500 500 машиномест соответственно сейчас паркинг они доделывают потому что паркинг готов на 90 процентов и я могу сказать 100 процентов уверенностью что скорее всего в новый год точнее нового гуновый 2021 год так скажем я не завязывается не ама не обманутые дольщики а ждуны жилого комплекса раз-два-три они смогут встретить встретить новый 2021 год уже своей квартире сочи с чем я вас ребят и поздравляю хотя позволять раньше нельзя но я думаю что уже все и потому что видел как парковку до завершает потому что ну действительно как бы там но очень много поэтому муравейничек ваш скоро сдадут мне самому это жилой комплекс не нравится скажу честно но причем здесь я которому не не нравится и причем здесь вы которые покупали просто я не люблю такого рода постройки не буду такого такого рода сооружения непонятно там как бы заходишь и просто просто знаете не буду короче не буду в общем знаете еще у нас хорошая новость ну как хорошая новость у нас обращение владимира путина к россиянам перед последним днем голосования длилась всего лишь две с половиной минуты вот видите краткостью искать талантом сказал вчера все будет хорошо если будет новая конституция если буду я и добавил путин жил путин жив путин будет жить подпись в в путин ладно это конечно шутки но я думаю что все будет хорошо ну кстати я посмотрел даже президент белоруссии к нам приехал я тоже не поймут вот эти лицемерное поведение то там они отказываются от нашего непонятно чего там нашего газа или что там нефти нефть вот недавно было там то потом раз там целуются братаются приезжают друг друга поздравляют и так далее вот такие зайдите вот таких вот друзей вот и и врагов не нужно честное слово вот как мне тоже такие друзья то то тоже были там хоп сидишь там он там него макс все молодец красавчик все а тут же хоп через за спиной пошло нахер да да это окружили себя такими вот ну такими интересными людьми не знаю ты либо как бы нормально либо дружим там и все либо либо все либо нефиг нам присасываться как пиявки и так далее в общем не буду я тему политики трогать как как сказал один из подписчиков макс политика это не твое я с вами полностью согласен но просто не могу просто сдержаться чтобы не ставится и 5 копеек ларом сочи прогнозируется смерти из-за жары макс дурак что ли смерть жара как это смерть это же когда дождик макс смерть это же когда ливни это же когда ветер ребят пожалуйста вот кто так думает кто так рассуждает возьмите у своего ребенка вот как бы вот пока вот у вас тюрьму детишки есть возьмите обще сознание за четвертый с не ошибаюсь класс и там будет написано как что у нас происходит все это природе что у нас испаряется когда испарение больше когда образуется смерти и так далее какая погода благоприятна для возникновения смерти все но погода действительно аномальная жаркая поэтому я точно понимаю что у нас происходит жесткое испарение я думаю у нас образуются такие сейчас такие не такие не хорошие облака и где действительно смерти могут появляться тем более вы знаете прошлом году были смерти позапрошем году были и сейчас тоже поэтому будьте аккуратны будьте бдительны особенно когда море штормит как бы ребят ну вы сдержитесь вы от купания и воздержите конечно вы от этих фотографий сколько человек уже накрыла ядрине фини и к жукам майским статистика на 30 июня в сочи 8 новых случаев заболевания говид-19 из администрации сочи уволился сергей дамарат это тот человек который отвечал за туризм в общем как бы так он там написал написал пост у себя в фейсбуке если не ошибаюсь почему он уходит и так много прочитал и я понял что такое ощущение как будто он писал то тексты трем над ним стояли с ножом из костетом такой давай пиши тварь давай пиши потому что что там непонятно нелогично потому что если это человек но которая как минимум да там сколько там у нас с 2008 года проработал администрации и дальше должен быть образован так далее но некоторые обороты и смысловая нагрузка была не то поэтому я думаю что может быть не от души писал ладно ну ничего страшного как бы он пишет что он хочет идти дальше а дальше куда после сочи ну не знаю наверно ворска пойдет в отдела с текстурой ладно но ты должен быть выше нет жителями края макаренко приглашает к участию разработки концепции парка в сочи в сочи парке открылись с авариум и мини зоопарк вот это так поэтому все раз потихонечку открывается зверь у нас оживает все будет хорошо и даже замечательно и сегодня у меня всего лишь два проката и сегодня ребят обещаю вам поснимать вторички сниму вторичку в адлере ла сочи сниму вторичку в центре сочи потом сниму еще один интересный объекте там да он там уже как бы выходит с котлованом то в общем много чего там просто раз поснимать в общем если видео не появляется на канале это значит я работаю с клиентами значит не до этого и даже в этот видеоролик который там с похода в город даже не могу сейчас сейчас сяду пока у меня там до проката есть два часа времени сейчас попробую демонтировать потому что нужно освободить и памяти в компьютере все поэтому как бы так огромное спасибо за то что посмотрели первую часть нашумевшего боевика который называется называется ребят как называется который называется бер 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 не так тяжело нравится эти названия ребят и так не могу запомнить короче и не буду запоминать в общем сходил в гору можете поставить первую часть а сегодня готовится вторая часть первую часть я снимал на камеру gopro hero 8 я считаю камера офигенно смогла передать ту атмосферу сразу говорю вот сразу там фильтр накладывал никакие фильтры не накладывал ребят это все было в стоки сделано я ничего не добавлял не подкрашивал ребят ничего не делал не с квадрокоптера не с камер ничего потом таймлапсы я снимал но это где-то мы там облака были все я снимал на камеру который называется gopro hero 7 вот тайлапсы все так так сняты летал конечно на мавике зуме потому что мавик зум мне нравится больше чем мавик просто про 2 потому что вот там айкзу может сделать эффекты где вот наверное видели где мы все стояли а сзади горы просто раздвигались сдвигались вот на зуме можно такой же сделать а вот например на без зума до который приблизить приближать не может какой-то эффект сделать не сможешь поэтому блин зум мне больше нравится ну и опять же можно прилететь в те места куда ты не долетишь на не снимешь обычным на квадрокоптером поэтому сильно заморочился но я сразу говорю если поеду горы и захочет взять собой квадрокоптер ребят проверяет смотрят мне пришлось его протащить у как бы ну так скажут мягко говоря непонятно как поэтому квадрокоптер запрещено там таскать имейте ввиду это потому что могут просить выложить могут попробовать еще и оштрафовать но я как рассуждаем у меня те места где действительно запрещено летать у меня там просто-напросто не поднимается потому что там дает геолокация подняться а если он поднимается значит летать можно логично логично вот как бы так в общем сейчас вторую часть домонтируем потому что вторую я снимал на камеру gopro max 360 только буду выкладывать не в 360 потому что я знаю что вам не интересно там пальцами все я все делаю за вас вам просто останется только открыть и все и попробуйте потом сказать во второй части обалденно заснял лес там такой он получился этого яркий красивый вот этим сейчас занимаюсь ну и соответственно посмотрите как максим просыпается с утра после природы в общем жесткое жесткое зрелище посмотрите это место куда мы ходили на озером где которую озеро у нас сельца шелк про которую включая игру новостях и там теперь ничего не осталось в общем просто так про топ или непонятно куда все это посмотрите но опять же и посмотрите ту красоту которая там имеется в общем заморочился я жестко сильным и остался доволен поэтому ребят скоро будет вторая часть нашего творческого похода теперь всем добра и пока